Всем привет, с вами Растер, Артём Расторгуев, и это второй выпуск бестселлера. Принцип вам уже понятен, чем мы здесь заниматься будем, вам тоже известно. Читаем книги неизвестных авторов, ну как книги, рассказы коротенькие. Вот, предлагаю сразу перейти к делу, вводная часть вся в пилотном проекте. Итак, идём в книги, выбираем, на этот раз я предлагаю почитать что-нибудь из, ну давайте, наверное, по фантастике пройдёмся, что-нибудь интересное из фантастики почитаем. Так, вот мы уже в привычном формате видим книжки, которые здесь представлены, выбираем сразу рассказ какой-нибудь. Сейчас найдём интересный коротенький рассказ. По количеству символов, поскольку сегодня у нас уже программа полностью посвящена книге, без вводной части, я думаю, можно почитать и побольше. Так, и статус завершено, берём. Вот. Ну что ж, поехали. Давайте посмотрим, за что у нас зацепится взгляд, какое название привлечёт внимание. Цирк Шапито. Не хочу. Не хочу, не хочу пока. Что-нибудь хочется такое, прям, с броским названием, ну и с допустимым количеством знаков. Что-нибудь такое, прям, чтобы это... Звёздные саги, я то не люблю всё. Да будет свет слишком коротко. Хотя нет, не слишком коротко, почему бы и нет. Вот. 8 тысяч знаков, это нормально, я думаю, как раз мы можем это спокойно прочитать. Итак, давайте почитаем Михаил Уткин «Да будет свет». Картинка такая интересная, да? Всё, сразу никаких отзывов, ничего не читаем, чтобы не испортить впечатление. Сразу перейдём к чтению рассказа. Итак, сразу переходим к рассказам. «Да будет свет». Сидящий за столом человек ничуть не напоминал демона. Усталый взгляд, глубокая морщина на высоком лбу, залысины, прожилки лопнувших капилляров на крыльях носа. На всякий случай я пощупал инквизиторский крест в кармане, туда ли вообще пришёл. Кончики пальцев щипнуло, подтверждая, что да, вычислено правильно, и данный персонаж, несомненно, является демоном. Впрочем, хозяин кабинета и не прятался. Он сплёл пальцы рук в замок, откинулся на высокую спинку кресла и ехидно спросил, «Чем обязан ночному дозору?» Я поморщился. Демоны очень уважают современную фантастику, а может, сами ей пишут. Они с лёгкой руки одного популярного автора прилепили древней инквизиции эту кличку, и теперь постоянно пародируют ёрничая. Демон явно не чувствует за собой промахов, иначе вёл бы себя наверняка иначе. Всё ж таки, задержания с применением освященных крестов, святой воды и кодовой молитвой, и методы несовершенные, но изрядно неприятные. Инквизиторам же, несмотря на достижения современной цивилизации, большей частью приходилось вычислять по старинке дедуктивным методом. Старший участковый полномочной полиции, капитан Нефёдов, отбарабанил я, привычно бросив ладонь под козырёк, после чего протокольно забубнил. Вы пребываете на моём участке ответственности уже длительное время, и до сих пор уклонялись от внесения в картотеку. По договорённости 1834 года, каждый демон обязан зарегистрироваться по месту прибытия, поэтому демон посерьёзнел и прервал жестом. Вы несколько преувеличиваете свои полномочия, инспектор. Демоны не обязаны ничего. Регистрация происходит по нашему доброму согласию. Если, значит, узнают, кто тут из местных ментов является инквизитором. Ну или по снисхождению, когда вот так вот заявляется с громами и молниями. Надеюсь, из водяного пистолета святой водой брызгать не будете? Это воистину отвратительную моду, как я слышал, ввело недавнее европейское отделение инквизиции. Я стиснул зубы, чтобы удержать усмешку, и покачал головой. Нет, наши не настолько суровы. У демонов аллергии на серебро, и наше руководство не видит причин награждать добропорядочных демонов слезящимися глазами, насморком и чихом. Так что, усилил я голосом нажим, надеюсь на добровольное сотрудничество. А именно, мне нужны пояснения. Как демон, по определению питающийся негативными эмоциями, сумел в течение трех, в течение четырех лет избегать любых приводов в полицию. Как вы знаете, снисхождение инквизиции от демона добиться очень легко, коль скоро его привлекут к вполне себе гражданскому суду. Но вам каким-то образом удавалось избегать приводов и, соответственно, регистрации. Находясь на столь, я пощелкал пальцами, пытаясь подобрать слово, и демон пришел на выручку, дополнив на столь мирные должности. Причем, заметьте, я не прятался, а напротив, имея лицо очень известное, всеми узнаваемое. Да, действительно, вы частенько появляетесь в телевизоре. И да, настораживает именно слишком мирная профессия. Мне в вашем случае ничего не приходит на ум, кроме очередного серийного маньяка, пытающегося у себя в подвале граждан без определенного места жительства. Да, Светозар Афанасьевич? Иначе как вообще возможно, в принципе, выжить демону третьего или даже второго ранга без достаточной дозы негатива? Последние слова я злобно рыкнул, что на контрасте с казенным суконным вступлением должно было подействовать, но не подействовало. Взгляд демона не метнулся в сторону, ни вины, ни стыдливого удовольствия, да и с рангом я, похоже, ошибся. Мимика, которая у всех существ человеческого облика практически одинаковая, ничего подтверждающего или опровергающего не показала. Я привычно сдержал вздох, значит, схода не прижать. Придется долго и нудно следить, поскольку инфернал определенно не хочет идти на сотрудничество. Однако демон меня удивил. Раз уж вы сами любезно пришли, я окажу вам встречную любезность и для начала представлюсь своим демоническим именем. Хозяин кабинета встал из-за стола, оказавшись весьма рослым субъектом, макушкой под потолок. Надо сказать, что демоны в инквизиторских списках всегда проходят по человеческим именам. И делиться настоящим именем с представителем закона не принято, неписанными правилами. Как не принято и требовать их у этих древнейших, неоднозначных представителей человеческой цивилизации. Но, разумеется, инквизиция знала именам нескольких сотен наиболее известных высшего и первого ранга и знала последствия их приходов, поскольку, когда хозяин кабинета кивнул, Люцифер, прошу любить и жаловать. И да, не шарахайтесь вот так. Я ощутил, что прижимаясь к стене, судорожно сжимая рукоятку пистолета в кобуре под мышкой, не выхватил, сдержавшись, но голос от дрожи удержать не смог. Демоны не могут лгать именами, поэтому приходится верить, хоть и не хочется. Однако, демоны такой величины выходят из спячки только если имеют достаточный объем негативной энергии, которую поддерживают потом, не желая небытия организации всевозможных жутких мероприятий. Но я не наблюдаю сейчас ни войн, ни каких-то особых катастроф, да и вы умудрились в моем городе не попадать в поле зрения инквизиции, хотя вы здесь уже 4 года. Как? Демон усмехнулся. Не 4, больше, намного больше. Вы хорошо помните историю, но совершенно не думайте о прогрессии, инквизитор. Он бросил взгляд на часы, кивнув каким-то своим мыслям, а сам открыл полку стола и достал красный кристалл размером с указательный палец. Как вы думаете, что это? Судя по всему, рубин. Ну, судя по форме и размерам искусственной. Вы, очевидно, хотите мне продемонстрировать демонический накопитель энергии. Хотя я слышал, что для этого нужны натуральные рубины. Люцифер покачал головой. Отнюдь. Это байки ювелиров. Напротив, естественно и хуже. Как монотонная древесина для изделий лучше, чем дерево, с персональными особенностями в виде трещин, сучков и ходов короедов, так и рубин без примесей лучше накопитель. И что, хотите сказать демонстрации кристалла? Вы практикуете здесь где-нибудь в подвале жертвоприношения? Иначе, чтобы заполнить подобный, как мне известно, требуются годы и годы. Демон насмешливо скривил губы. Вы забываете о технологиях, милейший инквизитор. Жертвы. Это слишком опасно и неактуально, и расточительно. Все равно, что вы решите носить воду. Сейчас же мне вполне достаточно сделать вот так. Демон шагнул к слившемуся со стяной шкафу и отодвинул дверцу. Гудение, что сопровождало фоном все время моего посещения, резко усилилось. Я пригляделся, заметив внутри толстые витые кабели и внушительный выключатель в виде скобы. Люцифер вновь глянул на часы и удовлетворенно кивнул. Потянул рукоять рубильника. Тот поддался туго, а оклацнуло звонко. Металлически. В тот же миг рубин в другой руке демона засиял, начав наливаться ярко-алым светом. Снизу вверх, как полоска загрузки. Как завороженный, я смотрел за его заполнением секунд 15. А потом демон кивнул и рывком перебросил рубильник в прежнее положение. И его голос наполнился самодовольством. Вот и все. Никакого криминала. Люцифер, значит, светоносный. И должность главного энергетика города Энского позволяет иногда проворачивать подобное. Достаточно выключить свет на полминуты. И негатива выплескивается в эфир столько, что он десяток аутодаффе наберется. Завороженно пробомотал я. А демон энергично кивнул. О да! Тысячи людей, отключенных от интернета, оторванных от любимой передачи, от музыки, с замерзшей кофеваркой и внезапно оказавшиеся в темноте сортира, забывшие в ванной, куда положили мыло. Никакие катастрофы не дают подобного всплеска негативной энергии. А кто виноват? Конечно, главный Электрик Энска, которого все знают в лицо. Фокусировка негатива максимальна. Рассеяние минимальна. Похоже, высший демон с помощью науки и техники сумел в целом выкрутиться. Я вздохнул о правил кителе и спросил, уже собираюсь уходить, а за временем вы так тщательно следили, потому что есть какие-то конкретные моменты, в которые люди дают больше негатива? Люцифер кивнул. Конечно, есть у меня один писатель-фантаст, который никак не привыкнет сохранять написанные за несколько часов главы романа. Так я как раз и выключаю свет, когда он собирается сохранить напечатанное. Выброс гнева в направлении местных электриков выходит, что твоя Хиросима. Половина кристалла со всей жителей города он заполняет в одиночку. Люцифер широко улыбнулся, сверкнув золотым клыком, и на миг я увидел оформившиеся у него на лбу острые рога. Ну что ж, и снова я прям восхищен. Это очень круто. Давайте пробежимся сейчас по самому рассказу. С чего все начинается? Ну, во-первых, мне нравится сама структура повествования. Здесь все сложено грамотно, нет никаких лишних оборотов речи. То есть все по существу с изрядной долей юмора. Это настраивает сразу на позитивный лад. Допустим, с того же самого момента, когда идет отсылка к Лукьяненко с его «Ночным дозором», уже начинаешь понимать, что рассказ будет насыщен вот этой вот идеей отсылок к чему-то, как это сейчас называется, пасхалками, да, какими-то. Вот, и это настраивает на позитивный лад. Опять же, очень нравится то, что рассматривается именно такая извечная борьба, да, светлого и темного в данном рассказе, да, то есть борьба с демонами. Ну, прикольно же, прикольно. Особенно, когда начинается вот это вот описание, как старший участково-полномоченный полиции, капитан Нефедов, значит, имея в загашнике дополнительные средства борьбы с вот этими вот темными силами, это все очень интересно. Причем читается легко, легко, опять же, мне понравилось то, что достаточно много моментов, которые заставляют улыбнуться, сами диалоги проработаны и построены так достаточно весело. Ну, и основная идея, к которой мы все приходим, она показывает, как демон Люцифер, опять же, здесь игра с его именем возникает, то есть видно, что автор знает, как расшифровываются имена демонов. Может быть, сталкивался с демонологией, потому что действительно, как правило, демоны, ну, как написано в различных литературных источниках, демоны своих имен никогда не называют настоящих, потому что если они назовут свое настоящее имя, то ими потом можно будет управлять. Ну, так, во всяком случае, темные маги пытались делать в былые, далекие-далекие времена. Вот, и когда демон сам добровольно говорит свое имя, ну, это очень хороший, интересный ход, как мне кажется. Опять же, Люцифер действительно это несущий свет в дословном переводе, но, правда, есть различные теории, то, что это как раз была ошибка перевода, потому что переписывались различные трактаты и часто допускались неточности перевода, поэтому так много существует различных апокрифов, связанных с тем же самым христианским миром. Ну, кому интересно, тот может поискать, почитать там такие интересные вещи описаны. Вот, то есть, несущий свет, аналогия с электриком, ну, это потрясающе просто. Это вообще великолепно. То есть, идея настолько здорово проработана и реализована, что, ну, я могу только восхититься. Опять же, чем питается демон, да? Здесь часто упоминалось то, что нужна негативная энергия, нужна негативная энергия, нужна негативная энергия. И я до последнего не мог понять реально, то есть, я вот читал, да, как обычно, я читаю первый раз это произведение. Я читал, я пытался понять, ну, и чем же он жил-то вообще, как он существовал. И когда дошли до вот этого момента с электриком, я поразился, думаю, ну, какая прекрасная находка. Вот как было здорово до этого дойти, додуматься и использовать. Негативная энергия, которая выбрасывается массой людей, сразу же, да, вот так, в момент, это действительно то, что подпитывает темную энергетику. Как бы, насчет этого они и существуют. Поэтому здесь это все прямо описано четко, и решение с отключением света, ну, это гениально. В заключении мы видим отсылку к фантасту, к писателю-фантасту, и мне кажется, что здесь автор как раз пытался подшутить над самим собой. Это тоже очень классная находка, когда ты немножко сам себя подстебываешь. Ну, на самом деле, это случалось с каждым, абсолютно с каждым, кто мало-мальски даже просто знаком с Word, когда ты написал-написал-написал что-то огромное, и в какой-то момент не успел это сохранить, и вылетел сам Word, или отключили свет, а у тебя нет беспребойника, то все, все потеряно, все писать заново. Я тысячу раз с этим сталкивался сам, и негатива тут действительно очень много в этот момент. Что ж, я могу сказать, подводя итог, это очень классная работа, это очень интересный автор. Давайте еще раз посмотрим, как его зовут, потому что я запомнил только фамилию Уткин, вот Михаил Уткин. Мне прям очень понравилось. Ну, судя по количеству его подписчиков, он достаточно известный, потому что, ну, пишет прям здорово, прям здорово пишет. Все, на этом у нас второй выпуск завершен. Выходить выпуски будут каждый вторник и четверг. Время плавающее. Когда будет готов монтаж, тогда и буду запиливать. Сразу прошу меня извинить, если в звуке появляются посторонние какие-то шумы сейчас. Это мой четвероногий друг, которому очень грустно, что я читаю вам книжки, а не играю с ним. Все, спасибо, всем пока, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok